Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Второзаконие». И сегодня мы будем читать 32 главу этой книги, в которой содержится песнь Моисея. Песнь Моисея произвела сильное впечатление на библейскую поэтику. Мы встречаем мотивы из этой песни у пророка Исаии и у пророка Иезекииля. И мы читаем 32 главу книги «Второзаконие» с первого стиха ниже. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень и как ливень на траву». Очень часто в Священном Писании Божественное Откровение сравнивается с некими потоками с небес, чаще с росой небесной. Это свидетельство о том, что пророческий глаз будет доступен верующим. И мы имеем вернейшее пророческое слово. Это книги Ветхого и Нового Завета. «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершены дела Его, и все пути Его праведны». Что значит «совершены дела Его, и все пути Его праведны»? Никто не может оспаривать волю Бога. Если Господь принимает какое-то решение, мы должны воспитать в себе чувство покорности перед любым решением Творца. «Но они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сиели, воздаете вы Господу народ глупый и несмысленный. Не Он ли Отец Твой, который усвоил Тебя, создал Тебя и устроил Тебя? «Вспомни дни древние помыслы о летах прежних родов. Спроси Отца Твоего, и Он возвестит Тебе старцев Твоих, и они скажут Тебе». То есть этот народ и был создан Господом. Именно эти религиозные откровения, они сформировали этот народ, которые, начиная с Авраама, Исаака и Якова, они изливались с небес. Так и русский народ, украинский народ, белорусский. Эти народы сформировались под прямым воздействием христианской веры. Потому что тысячи лет назад не было никаких русских, не было белорусов, украинцев. Были поляне, древляне, кривичи, вятичи. В чем-то сходные, в чем-то различные славянские племена. Но за более чем тысячи лет сформировался тот психотип человека, который мы называем и великоросским, и белоросским, и малоросским. Так и здесь Господь напоминает евреям, что они как народ сформированы этим словом, этими потоками небесной росы, откровений, которые изливались сверху. Когда Всевышний давал уделы народам и рассеял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. В греческом переводе – по числу ангелов Божьих. Древние считали, что у каждого народа есть ангел-хранитель. И вот 72 ангела, они оберегают 72 народа. Кому-то может показаться, что народов очень мало, получается, 72. На самом деле нет. Например, славянский народ – это один народ. Нравится кому-то или нет. Это и русские, это и поляки, это и чехи, это и украинцы, и белорусцы. Романские группы есть тоже народ, который имеет ангела-хранителя. Всего таких в понимании древних 72, но обычно говорят 70, потому что на символическом языке цифры округляются. «Ибо часть Господа, народ его, Иаков – наследный удел его». То есть, если другие народы оберегают ангелы-хранители, у порока Даниила об этом подробно говорится, что у каждого народа ангел-хранитель, то народ Божий, потомство Авраама, Исаака и Иакова, оберегает Господь, это его часть. «Он нашел его в пустыне, то есть Господь сам нашел его, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего, как орел, вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирается крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». «Носится над птенцами» – здесь стоит то же самое слово, которое в начале Библии о Духе Святом носился над водой, Дух Божий носился над водой. Это очень редкое слово, по-моему, оно всего два раза и встречается. в первой главе книги «Бытия» и здесь. «Он вознес его на высоту земли, то есть народ, и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня, и елеем из твердой скалы». То есть в немыслимых обстоятельствах Господь заботился о народе своем. «Маслом коровьем и молоком овечьем, и туком агнцев, и овнов васанских, и козлов, и тучной пшеницей, и ты пил вино кровь виноградных ягод». Такой поэтический образ. «Кровь виноградных ягод» – это вино так называется. Поэтому здесь как бы дополнение. «И ты пил вино, и потом поэтическое название вина – кровь виноградных ягод. «И ел Яков, и уточнел Израиль, и стал упрям, тучнел, отолстел, и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чужими они раздражили его и мерзостями своими разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали». То есть, оказывается, когда приносят жертву идолу, это приносят бесам. Эта мысль повторяется и в Новом Завете. «Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам». То есть, истуканам, которых они не знали, новым, которых пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши. «А заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя». Бог создал реально народ. Как и христианский народ, он создан из многих народов, оно составляет единое целое. И это единство более значимо, чем единство по крови человеческой, потому что нас объединяет кровь Иисуса Христа. «Господь увидел и вознегодовал, и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих, и сказал, сокрой лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподняя, и поедает землю, и произведение ее, и попаляет основание гор. То есть, эти люди раздражили Господа теми, кого они называли богами, но они, сути, идолы, а не боги. Поэтому Господь пошлет на них некий народ немыслимый, который и не народ, какой-то сброд, и он одолеет их. Как царская Россия. Только отметили трехсотлетие дома Романовых. Вдруг какой-то интернациональный сброд захватил власть в стране, какие-то китайцы, латышские стрелки какие-то, непонятно, кто там был. И этому ненароду Господь все им отдал за наши грехи. «Ржет до ада преисподнего, наказание страшно от Бога, и поедает землю, и произведение ее, действительно был голод, то, что называется голодомор, только не в том виде, как себе представляют братья-украинцы. Это был процесс, результат протразберстки, когда хлеб отбирали, когда семена отбирали. И это касалось и Центральной России, и Украины это касалось, и Белоруссии, ну, Белоруссия и у нас, например, русский народ, он не хотел умирать просто так, и было восстание, антоновский мятеж против этого большевистского голодомора, который касался Орловской, Тамбовской и Липецкой области. Люди восстали, потому что нечем было кормить своих детей. А здесь это ставится в одну цепочку. Сначала какой-то ненарод или народ неразумный захватывает власть, потом голод. Соберу на них бедствия и стащу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкой. Тиф был во время гражданской войны страшный. И лютую заразую пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. Это террор, этот красный террор, это применение к России, но это может быть применение к любой другой стране. Извне будет губить их меч, а в домах ужас и юношу и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца. И я сказал бы рассею их и изглажу их среди людей память о них, но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не сказали «Наша рука высока, и не Господь сделал все сие». Господь наказывает любой народ до какого-то предела, потом он сменяет гнев на милость. Самый страшный момент в истории еврейского народа это Холокост, Вторая мировая война и как результат образования государства Израиль. «Ибо они народ, потерявший рассудок, то есть те, которые, зная заповеди, не исполняют их». Это в применении к евреям и к христианам. Мы же знаем закон, изучаем, но не исполняем. И нет в них смысла. Какой смысл, если заповеди источник жизни, а мы их не соблюдаем? «О, если бы они рассудили, подумали о сём, разумели, что с ними будет, как бы мог один преследовать тысячу и двое прогоняли тьму, если бы заступник их не предал их и Господь не отдал их». То есть Господь сам иногда отдаёт на страдания своих. «Ибо заступник их не таков, как наш заступник, сами враги наши судьи в том, если и по отношению к тем народам, которые напали, и в сравнении с тем, что когда Господь наказывает немыслимые племена и народы, тут наказание серьёзное, они могут быть истреблены. Сколько народов существовало в одни древних евреев, а кто остался? Только ассирийцы и всё. А когда наказывает своих, то Господь здесь, хотя Он и наказывающий, и заступник, но это другой заступник. «Ибо заступник их не таков, как наш заступник, сами враги наши, судьи в том», то есть они сами могут с этим согласиться, «Ибо виноград их от виноградной лозы садомской, из полей гоморские, ягоды их, ягоды ядовитые, грозди их горькие, горькие, вино их яд драконов и гибель отрава аспидов». Вот этот путь развращения, необузданности, растабуирования, когда все нравственные моральные запреты снимаются, это то, что началось в Евросоюзе, и мы видим, как саранча из бездны, какие идут наказания, какие проблемы. «Не сокрыто ли это от меня, не запечатано ли в хранилищах моих, у меня отомщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованный для них, но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердиться, когда он увидит, что рука их ослабела и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне». То есть наказывая нечестивых, он полностью устремляет их, как народы, только имена сохраняются, а наказывая своих, он их вразумляет, но до предела, когда уже нету разницы между заключенным и оставшимся вне заключения. «Все голодные, как дистрофики». Одни кости был в концлагере или там бегал, прятался по лесам. Тогда скажет Господь, где боги их? Боги – это и какие-то философские, политические измы. философские. Многие представители еврейского народа, они увлекались марксизмом в 20 веке и пострадали от марксизма. Преследования было больше, достаточно. Где боги их? Твердыня, на которую они надеялись? Германский капитализм очень вдохновлял многих евреев. А мы россияне молились на Америку, на Евросоюз. А бог наказывает людей их идолами, их богами. Иногда это наказание самым жестоким образом, когда нельзя отличить заключенного и остававшегося вне заключения. То есть все как будто пребывали в крайне стесненных обстоятельствах. тогда скажет Господь, где боги их? Твердыня, на которую они надеялись, которые ели туг жертв их и пили вино возлияние их. Пусть они восстанут и помогут вам. Пусть будут для вас покровом. Многие вывезли своих детей, свои семьи за границу, британское гражданство, американское гражданство. А в Писании сказано, где сокровище твое, там и сердце твое. Если там их семьи, их дети, все их богатства, значит, сердце их не принадлежит России. А кто-то из них может управлять страной, пытаться. Видите ныне, видите, что это я, я, и нет Бога, кроме меня. Я умершляю и оживляю. Я поражаю и я исцеляю. И никто не избавится от руки моей. Бог выше собственного закона и умершляя он ничего не нарушает. Я подъемлю к небесам руку мою и клянусь десницей моею и говорю, жив я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой и рука моя примет суд, то отомщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. И упою стрелы моей кровью и меч мой насытится плотью крови убитых и пленных головами начальников врага. Веселитесь небеса вместе с ним и поклоняйтесь ему все ангелы Божии. Здесь в контексте с стихом восьмым по Саптуагинти «Веселитесь все ангелы Божии» это имеется в виду ангелы покровители народов. Поэтому сразу после этого сказано «Веселитесь язычники с народом его», потому что об язычниках тоже забота Бога и у них тоже есть ангел-хранители. «И да укрепятся все сыны Божии, ибо он отомстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим, и ненавидящим его воздаст и очистит Господь землю свою и народ освоим». Но подлинное веселье язычников в обращении к христианству, ко Христу. Когда Израиль отвергнет Христа, языческие народы будут принимать. «И написал Моисей песню в тот день и научил ей сынов Израилевых, и пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей вслух народа «Он и Иисус сын Навин». Особенность этой песни – это подлинно пророческая песня, и она относится к каждому столетию истории существования церкви и еврейского народа дорождества Христова. Она относится к каждому народу, потому что в этом и есть универсальность Слова Божия. Оно действенно тогда, когда произносится, во всех поколениях, когда это читается, изучается, и в большей мере к последним временам. «Когда Моисей изрек все слова Сии всему Израилю, тогда сказал им, положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещайте их детям своим» – то есть для них это тоже будет актуально, «чтобы они старались исполнять все слова закона сего, ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пребудете на той земле, в которой вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею». Но, как часто я повторяю, обращаю ваше внимание на известные тексты, это жизнь наша исполнять волю Бога, а жизнь Божия, Сына Божия принесена в жертву за наши грехи и преступления, где мы не смогли исполнить закон Божий. «И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал «Взойди на гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавицкой, против Ерихона, и посмотри на землю Хананскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которой ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему. За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы, в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых пред собою, ты увидишь землю и не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилю. На самом деле, если с этой горы смотреть в сторону земли Израилевской, Эрес-Исраиль, то ты там много не увидишь. Это значит, чудесным образом с этой горы Господь показал ему всю эту землю от Ифрата, всю красоту этой земли. И после этого наступает смерть пророка Божия Моисея. Она является чем-то таинственным. Мы знаем из Библии, что тело его было скрыто, чтобы не было обожествления Моисея со стороны евреев. И был спор между Михаилом Архангелом и сатаною за тело Моисея. Об этом говорится уже в Новом Завете. Итак, сегодня мы окончили чтение 32-й главы. Если Бог жив и Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 33-ю главу этой книги. Это уже будет предпоследняя глава. субтитры 2-ю главу. 2-ю главу. Продолжение следует...